отелей и теперь уже круизов Fun&Sun. И сегодня мы с вами поговорим о нашей новинке сезона 23, как уже наши коллеги, которые побывали в инфотурах и чьи туристы вернулись с первых круизов, уже оставляют комментарии, что это Fun&Sun ваш прорыв. Ну, действительно, с гордостью говорим о нашем продукте. И сегодня постараюсь максимально рассказать подробно, что включено в круиз, какие сервисы, какие услуги, какие у нас маршруты, и ответить на ваши вопросы, если они будут возникать. Ну, давайте потихонечку мы будем начинать, и коллеги остальные будут подтягиваться. Я напомню, как всегда традиционно, что наша линейка, мы всегда ее стремимся расширять, она сейчас состоит из отелей Fun&Sun Fee Malin, Fun&Sun Active, Fun&Sun Smart и Fun&Sun Ski. Fun&Sun Family представлены в Египте, в Турции, Fun&Sun Active в Египте, Fun&Sun Smart у нас в Турции, и 1 числа открывается отель в Сочи, Fun&Sun Smart Охотник отель, и Fun&Sun Ski в зимнем сезоне у нас был открыт Шерегеша, конечно же, будем продолжать эту традицию. Премиум у нас на разработки, и вот запустили в этом году уже не только отели на земле, но можно сказать, и отели на воде. И сегодня, конечно, поговорим вообще, кому предлагать речные круизы, как рассказывать о речных круизах вашим клиентам, как можно их убедить, какие есть преимущества у данного вида путешествия. Итак, наш новый формат отдыха, Fun&Sun Cruises, действительно, это целая философия. Мы постарались продумать настолько вот все сервисы, которые необходимы путешественникам во время круиза, чтобы их поездка была максимально комфортной. То есть, действительно, мы с гордостью говорим, что если вы наш продукт сравните с продуктом конкурирующим, ну, действительно, у нас очень много таких вот услуг, которые уже включены в стоимость, при этом стоимость самого круиза, она не меняется. Либо какие-то фишечки, у которых вообще нету конкурентов. Поэтому, действительно, те, кто уже побывал в нашем теплоходе, остаются в полном восторге. Навигацию мы начали 29 апреля. Первый круиз у нас стартовал по маршруту Москва-Тверь-Москва. Всего у нас заявлено 26 круизных цепочек. И 19 вот этих маршрутов из 26 круизов, они не повторяются. То есть, мы говорим о том, что гости могут выбрать, действительно, тот маршрут, который им наиболее интересен. Важно отметить, что у нас 4 порта отправления. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань. Соответственно, эти 4 города формируют между собой вот эти различные круизные цепочки. То есть, мы можем стартовать из Москвы и возвращаться в Москву. У нас есть круизы Москва-Санкт-Петербург, у нас есть Санкт-Петербург-Москва, у нас есть Нижний Новгород-Казань, у нас есть Казань-Москва, у нас есть Нижний Новгород-Нижний Новгород и так далее. То есть, различные варианты, 12 вот таких вот вариаций. И, конечно же, различное количество дней. То есть, есть круизы, которые у нас на максимальное количество дней, это 11 дней, есть 7-дневные круизы, есть 5-дневные, есть на 3 дня, 4 дня, да, то есть, есть даже 2-дневный круиз. Поэтому, посмотрев расписание, действительно, вы и ваши туристы могут подобрать вот то, что им наиболее интересно по маршруту, плюс это действительно очень хорошая возможность соединить круиз с какими-то турами. Например, у нас есть тур Санкт-Петербург, сортовала Санкт-Петербург, его действительно прекрасно, просто он ложится на поездку в Санкт-Петербург, когда можно совместить пребывание с белыми ночами и отдохнуть в городе непосредственно, и в том числе отправиться в круиз буквально на несколько дней и вернуться уже также в город. Поэтому всегда призываем, да, смотрите, изучайте, предлагайте. Кому предлагать, да, целевая аудитория? Вот когда мы проводили маркетинговое исследование, мы действительно заметили, что больше всего в круизах заинтересованы семьи с детьми. И уже даже наши первые круизы именно под нашим брендом Fun and Sun Cruise показали, что больше всего на борту как раз-таки это пассажиры возраста 35-40 плюс с детьми. И как раз-таки здесь мы развеиваем такой первый миф, что речные круизы это только для пенсионеров, что там будут бабушки, дедушки, мне будет скучно и мне вообще нечем заняться. Как раз-таки основная аудитория это 35-45, и вот как раз это ядро по нашим тоже маркетинговым исследованиям проявляет наиболее интерес к речным круизам. Это те даже туристы, которые никогда не путешествовали по рекам и не знают, что это такое. Поэтому ваша задача как турагента предлагать им этот вариант. Зачастую люди, они просто даже не думают об этой опции, мыслят более стандартно, что у меня отпуск, значит мне надо поехать куда-то на море. Или может быть какой-то автобусный экскурсионный тур. А здесь вы предлагаете вот такой вот гибридный на самом деле отдых и уникальный своего рода, потому что, конечно же, это теплоход есть определенный такой плавучий отель, который идет плавно по воде. Кстати, не укачивает абсолютно. Здесь мы развеиваем второй миф, что ой, меня укачивает, я никогда не буду путешествовать на водных видах транспорта. Нет, теплоходы все современные, оборудованы специальными такими системами противоукачивания, да, и это на самом деле тоже такое вот возражение, которое вы можете очень легко отработать. Я даже друзьям своим рассказывала на днях, у меня сразу подруга говорит, ой, нет, у меня муж никогда не поедет его укачивать. Я говорю, вот гарантирую, что укачивать не будет абсолютно. Это тоже можете смело говорить. Ну и помимо, конечно, семьи с детьми, как основная такая целевая аудитория, второе по, скажем так, да, популярности, кому мы можем предлагать данный продукт, это пары и компания. И уже 6%, да, это вот все оставшиеся, это те, кто может путешествовать в одиночку, например, да. Какие преимущества, да, на что мы обращаем внимание при продаже круиза, fun and sun круиз? Прежде всего мы говорим, что это не просто путешествие с точки А в точку Б. Это действительно отель на воде и помимо богатой экскурсионной программы, а каждый день у нас новая остановка, каждый день у нас новый город, каждый день у нас новые впечатления, у нас включена экскурсионная программа уже в стоимость. Поэтому люди каждый день могут получать новые впечатления, новые эмоции. А сейчас, опять-таки, да, если мы опираемся на современные исследования, после того, как мы пережили пандемию, да, все вот события такие вот сложные, люди жаждут новых впечатлений, им это важно. И здесь как раз-таки уникальная возможность получать еще впечатления, посмотреть города как на земле и так и с воды, совершенно с нового ракурса. И это действительно потрясающее зрелище. Сегодня я покажу несколько фотографий, конечно, потрясающие закаты, причем фотографии живые, без фильтров, просто сфотографированные на телефон. И это действительно стоит увидеть. Более того, у вас нет статичной картинки, да, если мы с вами идем по реке, то за бортом у нас красивые пейзажи. И, конечно же, здесь круиз выигрывает гораздо у автобусных туров, потому что автобусные туры, ну, здесь есть определенный дискомфорт, да, как общалась недавно тоже с коллегой, она говорит, ой, боже, там вся семья с остеохондрозом, какие автобусы, не разогнешься, не размяться. Здесь, конечно же, на теплоходе можно прогуляться, можно поучаствовать в каких-то активностях, в конце концов пойти в каюту и занять горизонтальное положение, просто отдохнуть и наблюдать, да, красоту природы уже в окошко. Поэтому, конечно же, это вот большое-большое преимущество. И получая впечатление на земле, мы еще развлекаем, конечно же, на борту. Но прежде всего стоит, конечно, отметить современные каюты. Сегодня мы посмотрим с вами каюты тоже, фотографии каюты современные, полностью оборудованы всем необходимым. Это действительно, фактически, как я уже неоднократно повторила, что это отель на борту, но действительно все есть в номере. И кондиционер, и сейф, и туалетно-косметические принадлежности, да, то есть вот оборудование есть. И главное, конечно, это санузел есть в каюте, потому что вот когда мы только-только запускали продукт, очень часто нам на почту приходил такой вопрос, а вот санузел где, да, то есть вот турагенты, которые никогда не продавали круизы, не знают, что это за теплоход, да, вообще, что это за продукт. Вот представляют, что это какие-то теплоходы старенькие, там вообще разваливающиеся такие корыца. Вот, нет, здесь мы говорим о том, что наш теплоход, кстати, называется он вообще как Нижний Новгород, да, фанэнсан круиз Нижний Новгород, здесь не путать, коллеги, с тем, что Нижний Новгород, название, что это только из Нижнего Новгорода он отправляется, нет. Есть серии теплоходов по названиям городов, есть по названиям, там, по именам писателей, композиторов и так далее. Поэтому это вот серия, которая, теплоходов, которая как раз-таки у нас по городам. Поэтому Нижний Новгород, вот оно в названии присутствует, и здесь мы это никак не можем поменять. Реновация полностью была проведена в 2019 году, поэтому когда вы зайдете на борт теплохода, да, вы сразу действительно увидите, что все новенькое, чистенькое, действительно хорошая мебель в каютах, все в отличном состоянии. Поэтому здесь вот тоже вот эти стереотипы, да, что у нас по России там теплоходы только какие-то вот старые, вообще немощные, да, используются. Нет, это абсолютно не так. Так, теплоход действительно премиум класса, и очень для гостей он комфортабельный. Четырехпалубный. На самом деле палуб пять, да, солнечная палуба, еще есть пятая, но она не считается. То есть по классификации считаются палубы там, где могут проживать пассажиры. И вот таких палуб как раз четыре, но об этом мы сегодня поговорим. Второе вот преимущество, конечно же, это авторский подход меню, да, и действительно здесь мы уже получили огромное количество просто восхищенных отзывов по питанию. Про питание сегодня будем говорить отдельно, более подробно. И важно, конечно, что оно не повторяется на протяжении всего круиза, и трехразовое питание, оно включено. Также у нас на борту работает кондитерская, так что гости, ну, голодными просто там остаться, ну, нет никаких шансов. Экскурсии, впечатления, мы уже об этом поговорили, да, тоже поподробнее чуть расскажу позже. И за весь вообще, вот начиная с 29 апреля, навигация у нас заканчивается 2 октября. Вот если посчитать города, какие мы посещаем, вот 43 разных города, да, то есть еще раз повторюсь, что выбрать есть из чего, выбрать тот маршрут, который максимально интересен вашим гостям, вашим клиентам. Конечно же, дети, да, если мы говорим, что у нас основная аудитория, которой можно предлагать этот продукт, это семьи с детьми, с одной стороны, да, здорово, но родители хотят также отдохнуть. И вот здесь как раз у нас на помощь приходит наш детский клуб «Тукан». Покажу сегодня тоже фотографии. Это прекрасное у нас помещение с панорамными окнами, где дети проводят время, ну, уже первые отзывы, даже те, кто наши агенты, турагенты ездили со своими детьми, говорят, мы детей просто не видели. Да, поэтому действительно аниматоры занимаются постоянно, и очень интересная программа, мы ее полностью обновили, так что деткам на борту тоже будет интересно. И здесь, наверное, это еще одно преимущество круизов в сравнении с автобусными турами, да, где детям может быть просто скучно. И, конечно, продуманная программа развлечений – это, наверное, то, на что вообще обращают внимание, то, что выделяют уже наши туристы, которые побывали на наших первых круизах, то, что действительно скучать просто не приходится. Но здесь есть такой баланс, да, если вы хотите поучаствовать в каких-то активностях, то у вас всегда есть такая возможность. А если вы хотите насладиться, вот, как есть такое, рекотерапия, да, понятием, на самом деле действительно говорят, что мы живем в постоянном стрессе, и если вот смотреть на воду, да, на природу, на воду, вот уже врачи говорят, это очень так действует хорошо на нервную систему. Ну, а жители больших городов, мы в постоянном стрессе вообще живем. Да и вообще, начиная с пандемии, наверное, да, вот это все, оно не заканчивается в таком напряжении, оно есть. И я всегда шучу, что нас все время призывают, вот, надо выйти из зоны комфорта, а уже как бы всем хочется туда-обратно зайти, да, в эту зону наконец-то. Поэтому как раз-таки отдохнуть, посмотреть на природу, вот эта рекотерапия, насладиться, да, тишиной, спокойствием. И, конечно же, предлагать гостям не только, когда они хотят провести свой основной отдых, да, вот на туры, круизы семидневные, например, это может быть полноценный отпуск, но, например, короткие есть, когда у нас маршруты, да, вот, например, Москва, Тверь, Москва или Санкт-Петербург, сортовала Санкт-Петербург. Это для тех людей, которые вот устали. Вот вы чувствуете, что все, выгорание на работе, нужно буквально там три дня, да, перезагрузиться, выдохнуть и вновь, да, в бой, в работу. Вот это как раз идеальная тоже история. Поэтому предлагайте, да, вот целевая аудитория, не забывайте, семьи с детьми, в основном это 35-45. Конечно, гостям старше тоже, да, это мы не говорим о том, что пенсионерам нельзя предлагать этот продукт, но уже по нашим наблюдениям, по тем туристам, которые вот у нас уже были, да, мы тоже провели статистику, все-таки основное ядро – это молодая аудитория. И, конечно, с детками, да, прежде всего. Итак, я все-таки, несмотря на то, что уже мы неоднократно рассказывали, где найти всю информацию, да, на сайте, и когда мы только запускали продукт, было много действительно вопросов, что-то непонятно, сейчас, на самом деле, куда бы вы ни пошли, вот если вы даже не туда нажмете, у вас все равно будет какая-то надпись, куда вам нужно зайти в поиски тура, чтобы найти круиза. Значит, когда вы заходите под своим паролем, логином, да, вы идете вот сюда, в поиск тура. Если вы нажмете… так, сейчас вот указочку, вот сюда, поиск тура. Если вы нажмете на круизы, то вы попадете просто на страницу, где будет такое краткое описание, видео тоже загружено, маршруты, то есть, в принципе, ничего страшного не произойдет, если вы нажмете сюда. Но непосредственно уже, да, если посмотреть предложение, то нужно нажать поиск тура. Также у нас постоянно крутятся баннеры, ну, вот сейчас на сайте у нас другой, да, это неважно, какая-то картинка, она, в принципе, у нас будет постоянно по круизам присутствовать на сайте. Ну, соответственно, если тоже вы нажимаете, вы будете попадать вот сюда же, да, на вот этот лендинг. Вот вы нажали на поиск тура, попали вот сюда, да. Хочется, конечно, нажать, наверное, круизы, но если вы сюда нажмете, там будет тоже такая фраза, что вам нужно идти вот сюда. И здесь как раз мы выявили такое название, выявили круизы Fun and Sun, да. Соответственно, что у нас здесь? Здесь, обратите внимание, важно, где страна, выбрать круизы. Но если вам захочется выбрать Россия, и вы нажмете Россию, там тоже будет такая фраза для того, чтобы забронировать Fun and Sun круиз, выберите круизы. То есть мы вас как гиды, да, направляем, куда нужно, что нужно нажать. Поэтому здесь выбираем круизы. Здесь можно уже выбрать тур, непосредственно, который вас интересует. У нас, как я говорила, 12 комбинаций, да, то есть туры заведены по первому порту отправления и последнему уже пребывания, да, то есть вот эти вот 12 вариантов, там Москва, 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 Санкт-Петербург, там Питер, Питер, там Казань, 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 Москва и так далее. Вот они здесь вот так вот у вас выпадут в этом выпадающем меню. Вы выбираете, что вам нужно, и можете сразу посмотреть. Еще, естественно, конечно, мы смотрим вот сюда, нажимаем на календарик. На календарике уже подсвечены даты, когда круизы у нас стартуют, да, та или иная цепочка. Поэтому, соответственно, вы нажимаете, и уже у вас тоже подгрузится вот необходимый круиз. Еще один момент. Бывает, это такой у нас баг системы, если вы пытаетесь рассчитать 1 плюс 1, да, а расчета нету, ну, как бы вот вам не выгружает система, тогда вот здесь, конечно, нужно написать уже коллегам нашим, да, они вам сделают расчет, либо, ну, забронируется, уже вручную бронируется, то есть два взрослых, и потом вручную делается пересчет. Это есть такой нюанс, да, то есть не на всех каютах может выходить 1 плюс 1. Просто обратите на это внимание. Если такое происходит, то просто можно все забронировать, да, но вот пока мы решаем этот вопрос. Разработчики разрабатывают, как я всегда говорю, и у них работа непочатый край. Дальше. Вы что-то там выбрали, какой-то круиз. Вот у вас появились предложения. Как нам попасть в карточку круиза? Как нам понять вообще, прочитать, что включено, что выключено, да? Здесь мы нажимаем так же, как и на отеле, на сам круиз, да? Вот вы нажали на круиз, и у вас открылась непосредственно карточка. В карточке можно посмотреть фотографии. Здесь еще во второй фотографии конкретно по заданному маршруту перечислены круизы. И дальше вы нажимаете вот сюда, подробнее об отеле. Ну, здесь технически нельзя написать подробнее о теплоходе, да, поэтому здесь будет подробнее об отеле. Вы сюда нажимаете так же, как вы работаете с отелями, и у вас появится информация. И вот еще раз, да, подчеркиваю, какие у нас варианты. Да, 12 карточек разных, согласно городам посадки и высадки. Дальше, значит, вы нажали, и вот у вас карточка. В карточке есть описание, соответственно, там тоже описание кают. Ну, расположение здесь не относится, да, подробно очень питание описано для детей, услуги, ну, территория, да, что у нас тоже есть на борту. Важная информация. Вот здесь, коллеги, тоже максимум внимания, да, что важная информация здесь для вас. Вот особенно обратить внимание, в сезоне 2023 по маршруту Москва-Москва, а, соответственно, в каждой из 12 карточек будет соответствующий текст, возможно, бронирование следующих круизных туров. По ссылкам ниже указано расписание стоянок и варианты экскурсии. То есть если вы нажмете на вот эти вот гиперссылки, да, у вас откроется документик, в котором будет, во-первых, уже указано отправление, да, вот в день, когда начало старта, да, вот, например, там, ну, там, что у нас, 10 июня, например, да, вот Москва, Тверь, Москва. То есть если вы откроете этот файл, у вас будет уже, во сколько отправляется теплоход, во сколько он прибывает в следующий город, сколько он там находится. И в этом же файле какие экскурсии включены. Также обратите внимание, здесь расписание навигации по всем круизам, да, то есть если вы зашли в одну карточку, но все расписание вы тоже можете скачать и посмотреть. Схема теплохода, навигационная карта, описание экскурсий всех, да, то есть это экселевский файл, который очень удобно, просто уже вы по своему маршруту знаете, фильтром выбрать те города, которые вам интересны, и уже прочитать. А иногда бывает так, почему мы сюда, в принципе, загрузили вот все экскурсии, гости хотят поехать в один тур, зачитались какой-то другой экскурсии, и понимают, что нет, они хотят поехать в другой тур, что-то их привлекло другое. Поэтому здесь вот более уже подробное описание экскурсий и порты отправления. Порты отправления, здесь мы пишем адреса каждого порта, куда нужно направиться, то есть это Москва, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Москва – это северный речной вокзал. Кстати, Санкт-Петербург у нас поменялся порт, раньше была Уткино-Заводь, которая, в общем-то, не очень, наверное, такая удобная, вот, а сейчас как раз-таки буквально в пяти минутах, ну, в семи минутах пешком от метро Пролетарская в Санкт-Петербурге, поэтому очень-очень удобно. Так что вся информация, коллеги, вот сразу могу сказать уже по опыту, общаясь также с турагентами. Многие говорят, да, сначала вот нам кажется, где найти, но нужно потратить буквально 10 минут вашего времени, открыть карточку. И на 99% вопросов ответы есть на сайте. Вот все очень подробно оно как раз расписано. Гене, все круизы только Нижний Новгород? Нет, я об этом уже говорила. Нижний Новгород называется теплоход. Да, есть серия теплоходов. Я не буду повторять, да, вы потом в записи можете это прослушать еще раз. И мы уже неоднократно говорим, мы ничего не можем сделать с названием теплохода. Есть название теплоход Санкт-Петербург. Он не только путешествует в Санкт-Петербург, да, есть много других различных теплоходов, которых название городов, но вот наш называется Нижний Новгород. Поэтому, коллеги, путешествует он из четырех портов, да, то есть Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань в различных сочетаниях. Я думаю, с этим все понятно и вопросов уже больше не должно быть. Экскурсионное обслуживание. У нас включено базовое экскурсионное обслуживание. Это что значит, да? Это значит, что в каждом городе, за исключением первого города, где у нас происходит посадка, и последнего города, где у нас происходит высадка уже, то есть начало и окончание круиза, там у нас экскурсий нет, а все места, да, все места, которые мы посещаем уже вот внутри круиза, по одной экскурсии на выбор включено в стоимость. Вот как раз то, что я говорила, файл, который открывается, да, при гиперссылке, вот я вернусь сюда, вот если вы нажмете, да, вот сюда как раз таки, вот у вас откроется как пример вот такой файл, ну, здесь вот на скрине Москва, Санкт-Петербург, который у нас, кстати, 27 мая. Это чудесный тур в 12.30, да, мы стартуем с Москвы, на следующий день у нас Углич, Горицы, Кижи, Мандраги, Валаам, Санкт-Петербург, мы уже 2 июня вернемся. И вот в этом файле как раз таки указаны те экскурсии, которые включены в стоимость. Что это значит? Мы приезжаем в Углич, прибываем, гости накануне, они выбирают экскурсию, выбор экскурсии происходит на борту, на борту есть методист, с ним организована встреча, то есть это специально обученный сотрудник, который, кстати, на протяжении еще всего круиза по бортовому радио дает очень интересную путевую информацию, то есть не только экскурсоводы рассказывают во время экскурсии непосредственно, а еще и методист на борту, ну, при желании, да, можно послушать. В каждой каюте тоже есть бортовое радио обязательно. И как раз таки вот мы видим на слайде, что в Угличе у нас 3 варианта экскурсии на выбор. В Горицах у нас также 3 варианта, да, вот в Киже у нас одна экскурсия, мандраги одна, ну, и здесь уже не поместилось, там еще в Аламе тоже есть варианты. То есть одну из трех экскурсий гости бесплатно, да, у них вот уже включено в стоимость, они могут выбрать. Помимо этого мы предлагаем еще дополнительные экскурсии, то есть дополнительные экскурсии для кого предназначены? Ну, они, во-первых, за дополнительную плату. Это для повторных туристов. Есть такие гости, которые просто на круизы, на круизах путешествия, да, вот круизных путешествий отправляются ежегодно. И, кстати, для вас, как для турагентов, могу сказать, почему нужно этот продукт предлагать. По статистике, каждый второй турист, который побывал в круизе, он хочет вернуться туда снова. То есть это повторный клиент, он придет к вам еще раз, да, за этим продуктом. Для вас это тоже как бы преимущество, вы не потеряете его, в большинстве случаев гости всегда в восторге от речных круизов. И более того, это такое, знаете, как сообщество даже. То есть люди знакомятся, обретают новых друзей, потом даже действительно путешествуют уже вот с вновь обретенными друзьями уже в следующие сезоны. Поэтому это вот такая особая атмосфера, вот как бы она происходит, такое какое-то вот волшебство на борту. Поэтому действительно даже самые такие люди необщительные все равно найдут себе каких-то вот знакомых, да, новых приятелей на всю жизнь или даже на время круиза. Почему нет? Так вот, есть действительно огромное количество людей, которым мы говорим, мы уже были много раз в этом городе, мы хотим что-то новенькое, да. И тогда мы, конечно, предлагаем экскурсии за дополнительную плату, то также на борту гости могут оплатить и их посетить. И важно отметить, что в экскурсиях, вот в наших, да, вот этих базовых экскурсиях у нас еще есть такая услуга, как аудиогид. Это очень удобно, то есть перед началом экскурсии каждому туристу выдается наушники, да, такое устройство небольшое, портативное, и с которым очень удобно слушать экскурсовода. То есть группа может быть большая, где-то вы задержались, какую-то фотографию хотите сделать, а уже экскурсовод куда-то с группой ушел, да. Ну, на достаточно большом расстоянии экскурсовода слышно, если он говорит, что там, уважаемые, да, гости, нам нужно здесь вот поторопиться, или здесь мы поворачиваем направо, вы, даже если вы отвлеклись, вы в ухо все равно слышите, да, что рассказывает гид. Потому что, я думаю, вы согласитесь, что когда мы на экскурсиях, вот всегда не знаешь, да, вроде пофотографировать хочется и послушать хочется, и вот ты разрываешься, да, что же, что же сделать. Вот это очень удобная такая вещь, поэтому как раз-таки гостям очень удобно пользоваться. Елена, вопрос. Экскурсии как распределяются? Кто на какую успел записаться, вдруг весь теплоход на одну захочет? Если весь теплоход захочет на одну экскурсию, будет просто несколько групп. Вот и все. Поэтому это абсолютно не проблема, хоть весь теплоход, да, там 200 человек, вот захочет на одну и ту же экскурсию, соответственно, они будут просто разделены на группы, и, естественно, будет нужно необходимое количество экскурсоводов, выделено на то или иное посещение. Также в этом файлике вы можете увидеть логотип Fun and Sun Emotions. Некоторые экскурсии у нас отмечены вот таким значком, которое мы тоже прорабатывали совместно с нашим партнером. И также гости еще могут дополнительно на нашем, на нашей платформе все гоу, да, вот сайт Fun and Sun Emotions, Marketplace в некоторых городах приобрести тоже дополнительные экскурсии в дополнение, скажем так, к тому, что еще предлагается, да, это больше уже такие экскурсии, которые мы их называем впечатления. То есть это какие-то мастер-классы, что-то такое уникальное, да, интересное. Вот, поэтому у гостей выбор большой. И даже если бывает такое, что в одном городе мы можем находиться достаточно продолжительное время, гости посещают одну бесплатную экскурсию, а, например, там еще берут за дополнительную плату какой-то, какой-то тур еще, да, вот, то есть они не хотят самостоятельно гулять. Если гости не хотят, опять-таки, свободное время, да, предоставлено сами себе, то есть это уже на выбор, как кому удобно. Коллеги, я сейчас не буду останавливаться по каждой экскурсии. Экскурсии огромное количество. У нас продолжительность каждой экскурсии указана как раз-таки в файле, про который я говорила. То есть если вы откроете продолжительность, описание, какие объекты, то есть если здесь вот очень кратко, да, вот здесь, например, пешеходная экскурсия, путь от купечества до современности. Если вы откроете файл, который находится в разделе «Важная информация», то, соответственно, там открывается, будет Excel-файл, где полная-полная информация, то есть сколько по протяженности еще каждая, по продолжительности, точнее, каждая экскурсия. Ну, здесь буквально несколько, да, фотографий. Конечно, я на слайд не могу разместить все 43 города, но здесь просто стоит отметить, что маршруты, конечно, уникальны. И еще раз повторюсь, да, в каждом городе что-то можно посмотреть. Наша страна, она уникальна. И я, конечно, не буду сейчас проводить такую историческую лекцию, да, что мы можем посмотреть в Киже или там в Нижнем Новгороде или в Саратове. Конечно же, в каждом городе, в каждом месте есть уникальные места, есть какие-то достопримечательности под охраной ЮНЕСКО, есть паломнические места, кстати, как раз-таки вот Влаам, да, Киже. Вообще туристы со всего мира приезжают. В Волгоград, конечно же, некоторые достопримечательности в памяти Великой Отечественной войне, конечно же, необходимо посетить хоть раз в жизни. Поэтому туры разнообразные. И мы маршруты продумали таким образом, что, например, у нас Санкт-Петербург уже вот мы сейчас в конце мая у нас первый тур, да, Москва-Санкт-Петербург стартует, и Санкт-Петербург будет как раз-таки летом, как раз-таки когда белые ночи. И дальше мы все будем южнее, южнее, южнее направляться, вот как раз к осени, чтобы более в теплые регионы, да, более было комфортно. Поэтому тоже это можно рассчитывать, так смотреть, да, продумывать, вот что интересно. Поэтому, да, обращайте внимание. И, конечно, прежде всего, да, это для туристов любознательных. То есть никто не отменяет полежать на пляже, нам всем хочется тоже, да, отдохнуть. Но любители круизов – это прежде всего публика любознательная, которая хочет действительно получать впечатление, которая хочет получать новые знания, увидеть новые города. Да, но и у нас действительно страна, она просто уникальна. И здесь не зря еще фотография по шлюзованию, да. Шлюзование – это отдельное развлечение, которое гости, за которым гости наблюдают. И шлюзов проходят они несколько обычно по своему маршруту. Что такое шлюзование, да. Вот когда есть перепад воды, вот, соответственно, теплоходу нужно пройти, да, вот по каналу, да. То есть вода будет либо подниматься, либо опускаться так, чтобы она выровнялась вот с следующим этапом. И это отдельное развлечение. Всегда все туристы выходят на палубы. Кстати, у нас, когда мы сейчас будем говорить еще о палубах, у нас преимущество нашего теплохода, что у нас на палубах можно находиться во время шлюзования, можно прогуливаться, все это снимать на видео, фотографировать. И это, конечно, тоже такой большой-большой плюс. Так что шлюзование – это можно отдельно вообще рассказывать туристам, что это такое, да. И люди, которые не видели это первый раз, наблюдают. Для них, ну, это такой вот дополнительный аттракцион, я бы сказала. Пример тура еще раз, да, вот просто с фотографиями. Как раз-таки вот ближайший 27 мая у нас стартует, да. Кстати, 22 мая у нас Нижний Новгород, Галанино, Ярославль, Рыбинск, Коприно, Мышкин, Москва. Вот такой тур, да, еще. Вот поэтому на самом деле, ну, опять-таки, да, нужно смотреть, что интересно. И вот эти все красивые, потрясающие места. Да, Углич, я всегда говорю, что это вот то, что мы всегда в школе изучали. Преисторические события, Борис Годунов, конечно, все читали Пушкина. Вот все это можно посмотреть своими глазами, да. Уникальные места, такие же. Ну, опять-таки, каждый город, каждый из 43 городов, которые мы посещаем, он является уникальным. Кремли, конечно, в различных городах. Итак, давайте перейдем к инфраструктуре нашего теплохода. И, конечно, то, что я уже говорила, уровень судна у нас 4 звезды. Последняя реновация, напомню, в 19-м году. Класс премиум, каюта современная, со всеми удобствами в каюте. В каютах и по всему теплоходу работает Wi-Fi. Есть зоны отдыха, у нас даже покажу, по-моему, я добавляла фотографию, такие небольшие зоны с диванчиками, с книгами, которые можно почитать, такая мини-библиотека. Также на территории есть, на борту есть гладильная комната, где можно погладить вещи, там же есть отпариватели, и отпариватели можно еще взять по запросу на ресепшн. То есть, если очень много вещей с собой, то, соответственно, вот можно взять на какое-то время отпариватель в каюту и воспользоваться им уже в каюте. Про питание поговорим отдельно, еще по инфраструктуре. Есть два ресторана, фактически и тот, и тот – это основной ресторан. Как происходит распределение? То есть, туристы, за ними фиксируется определенный ресторан и определенный столик. Это практика на всех теплоходах, всех круизных компаний. Это очень удобно, это помогает, во-первых, избежать столпотворения, во-вторых, все рассажены комфортно и всем хватает мест, главное, и это ускоряет обслуживание по заказному меню, об этом мы еще поговорим. Поэтому, если у вас едет одна компания, да, либо одна семья, но в нескольких каютах, то обязательно нужно писать в примечаниях, что вот этим туристам нужно быть вместе, обязательно в ресторане, и мы уже эту информацию передаем на борт, чтобы за ними был распределен тот или иной ресторан, но обязательно, чтобы они были вместе. А так, рестораны, ничем они не отличаются, то есть то же самое питание, да, просто нужно как бы распределить этот поток людей. Соответственно, Юля, где нет бойлера, так как вода горячая, где нет бойлера, там как вода горячая, соответственно, нужно подняться на ту палубу, где есть бойлер. Вот, это логично. Бойлеры у нас на двух палубах, также у нас есть кондитерская, она в баре «Ладога» располагается, и кофе-станция. Солнечная палуба, там у нас проходят различные активности в хорошую погоду, анимационная программа, также есть шезлонги, можно отдохнуть, посидеть, полежать, да, даже может быть позагорать летом. И на солнечной палубе у нас также в хорошую только погоду, конечно, если дождь, либо там ветер сильный, это не очень комфортно, а в хорошую погоду у нас даже есть кинотеатр, то есть это тоже такое вот дополнительное развлечение. На борту также есть сауна, но это за дополнительную плату, об этом еще поговорим. Татьяна, вы задаете вопрос, то есть можно бронировать друзей и семью на разных палубах и написать примечание, прикрепление к одному ресторану, одному столу, и это пожелание выполнят? Да, только это важно написать, потому что на борту уже это тяжело поменять, это нужно, ну вот, представляете, да, вот эта вот вся путаница начинается, это очень с точки зрения операционных моментов теплоходу неудобно, поэтому чем больше вы такой информации заранее предоставите, тем будет комфортнее вашим же туристам. Так, по развлечениям мы поговорим отдельно, да, конечно же, для взрослой у нас аудитория есть, для детской, прокат инвентаря для детей у нас в ресторанах, стульчики для кормления для малышей, и у нас есть два манежика, ну, с инфантами не так часто, конечно, путешествуют, но, тем не менее, два манежика у нас тоже так предусмотрено для пассажиров с малышами, тоже можно запросить. Это все по манежу желательно сообщать тоже заранее, стульчики в ресторане, конечно, не стоит. И одним из преимуществ нашего теплохода является таким конкурентным преимуществом, как и в наших отелях, у нас работает супервайзер контроля качества, который присутствует на каждом рейсе до конца сезона. И помимо того, что это сотрудник, который помогает решать какие-то вопросы, если они возникают, тоже оперативно помогать в содействии, да, в коммуникации с сотрудниками теплохода, но также контролирует, чтобы все услуги по нашему формату отдыха Fun and Sun Cruise выполнялись в полном объеме, и также проводит опросы наших гостей. И уже по-первых, как я неоднократно это повторяю, но просто у нас результаты опросов под НПС, уровень удовлетворенности клиентов, он не может не радовать, очень высокие цифры. И мы надеемся, что до конца сезона нам удастся только вот улучшать сервис и держать его на том же уровне, как минимум, да, а то и улучшать, и не только, скажем так, ожидания клиентов, чтобы они вот совпадали с тем, что они ожидают, а именно предвосхищать их ожидания. Татьяна, кинотеатр, еще раз повторю, он не ежедневно работает, это открытый кинотеатр, который работает в хорошую погоду, да, исходя из, скажем так, анимационной программы, будут показываться какие-то фильмы, да, то есть старые фильмы, какие-то современные. Манеж предоставляется бесплатно. Если что-то платное, я об этом говорю. Также обращаю внимание, что на сайте у нас, если в скобочках стоит «пл», значит «платно», значит это платно. Если вот этих волшебных слов нету, вот этих скобочек, значит это бесплатно. Это вообще на самом деле, ну, у нас стандарт по всему сайту. Вот, так что это просто обратите внимание, что если не указано, платно-бесплатно, значит по умолчанию бесплатно, да, чтобы тоже вы не тратили потом время на вопросы, там, на письма, на уточнения. Итак, схема теплохода. У нас четыре палубы, где гости проживают, и мы говорим, что это четырехпалубный теплоход, да, и пятая палуба, она не жилая, это солнечная палуба. Значит, нижняя. На нижней палубе у нас размещаются стандарты трехместные с двухъярусной кроватью. Мы о каютах еще сегодня поговорим. На главной палубе у нас располагаются делюксы. На средней палубе делюксы, люксы и двухместные, одноместные тоже номера, да, и здесь у нас тоже, ну, как бы делюксы одноместные и двуместные. Как выбирать палубу, да, конечно, чем выше палуба, зачастую стоимость может быть дороже. Почему? Потому что лучший обзор. Естественно, у нижней палубы обзор будет минимальный, да, но это как в отеле, то есть вы проживаете на первом этаже, либо вы проживаете там на пятом, на десятом, то есть это разные абсолютно вещи. Это первый момент, да. Второй момент, если семья едет с детками, возможно, удобнее будет размещаться на средней палубе, да, то есть, ну, просто поближе к детскому клубу. Это тоже можно учитывать. Это не проблема, конечно, спуститься на палубу, подняться, это вопрос, там, двух минут, но тем не менее, да, вот просто для пассажиров с детьми, возможно, удобно будет средняя палуба. Всегда на шлюпочной более шумно, потому что именно здесь располагается бар «Панорама», на солнечной как раз бар «Ладога», здесь вечерняя программа, анимация, то есть вот здесь, да, люди, которым, возможно, хотят рано лечь спать, но вот им может быть чуть-чуть шумновато, да, то есть это тоже нужно учитывать, всегда верхние палубы, они такие для более активных туристов, да, чем ниже, тем, естественно, будет более тихо. Значит, гладильная комната у нас располагается вот здесь, я, ну, не знаю, если здесь сейчас плохо очень на скрине видно, то, как я говорила, схему можно скачать в хорошем таком разрешении с нашего сайта, и там уже прям вот все по значкам будет понятно, да, где что располагается. Здесь у нас, конечно же, детский клуб «Тукан». Также, на что обратить внимание, кофе-станция у нас тоже располагается вот здесь, про кофе-станцию поговорим, и важно отметить, что есть еще медицинский пункт на теплоходе. Медицинский пункт, первая необходимая помощь, она оказывается, конечно, бесплатна, мы всегда советуем вообще брать туристам с собой медицинский полис ОМС, ну, мы находимся в своей стране, мы можем получить медицинскую помощь в любом городе, но какую-то первую помощь, да, понятное дело, что доктор сможет оказать, но есть, конечно, услуги за дополнительную плату, например, если турист едет, ему нужно ставить какие-то инъекции, да, ну, вот что-то такое, то есть он берет с собой рецепт, лекарства необходимые, и тоже за дополнительную плату можно воспользоваться тоже этой услугой. Часто задают вопрос, а что делать, если что-то случилось, ну, вот, там, плохо и так далее. Ну, во-первых, экипаж у нас настолько высокопрофессиональный и настолько опытный, что, конечно, все эти истории, они отработаны до автоматизма, и, естественно, связываются с наземными службами. Теплоход причаливает, там, к первому возможному, или отправляется небольшой катер, там, с земли, если нужно, да, вот, туриста больного, там, транспортировать на землю и уже отправить в медицинское учреждение. То есть это все уже отработано, и даже при таких вот ситуациях, ну, слава богу, это случается нечасто, но может всякое произойти, это жизнь, да, то есть для этого существует тоже обязательно медработник на борту для оказания первой помощи, то есть здесь, конечно, с точки зрения безопасности можно чувствовать себя спокойно. Так, значит, дальше, на что обратить внимание при бронировании? Когда мы бронируем, когда вот вы заходите в поиск тура, важно, вот особенно, да, те коллеги, кто никогда не бронировал круиз, обратите внимание, здесь не как в отелях. Если в отеле мы бронируем категорию стандарт, ну, и нас могут заселить куда-нибудь, да, в какой-то корпус, на какой-то этаж с каким-то видом, то здесь все четко. Вот на схеме вы видите номера кают, да, и если на сайте откроете нашу схему в хорошем разрешении, там уже будет прям все это видно, вот вы бронируете не только конкретную категорию, но и конкретный номер каюты. То есть если вы бронируете, например, хотите категорию делюкс, вот у вас три палуба на выбор, вы выбираете либо шлюпочную, либо среднюю, либо главную, и конкретный номер. Если вот, ну, тут, честно, я даже не вижу, возможно, 400, ну, какая-то, 12-я, допустим, 412-я каюта на шлюпочной палубе, значит, вы бронируете конкретно эту каюту, и ваш турист будет вот здесь прям проживать. И вы тоже можете показывать эту схему, что вот, да, вы будете вот здесь, чтобы потом не было каких-то вопросов, а почему там я внизу или я вверху, а мне хочется вообще в другое место, потому что переселиться при полной загрузке, как вы понимаете, на теплоходе нет возможности. Это не отель, где есть моменты заселения, выселения, да, то есть иногда мы говорим, а мы хотим там поменять номер, да, но говорят, ну, ладно, завтра выселится, поменяем. Нет, теплоход – это другая уже история, и здесь мы должны очень внимательно относиться к тому, что мы выбираем. Анна, конечно, в ваучере прописан номер каюты. Вы когда даже бронируете в поиске тура, там тоже написано и палуба, то есть категория каюты, палуба и ее номер. То есть это вы тоже видите, что вы бронируете. Вот, обратите внимание, что во всех каютах, за исключением нижней палубы, где у нас находятся трехместные стандарты, у нас окна, а здесь у нас иллюминаторы. Окна открыть можно, иллюминаторы ни на одном теплоходе по технике безопасности, конечно, открывать нельзя, то есть на самой нижней палубе никогда, да, вот иллюминатор, ну, то есть он будет закрыт, и туристы там никак его не смогут открыть. То есть это тоже важный момент, то есть если кто-то хочет там открыть, подышать свежим воздухом, то, соответственно, нужно предлагать уже более высокие палубы. Конечно, нижняя, она за счет этого тоже более такой бюджетный всегда вариант. Наличие прогулочных палуб, да, то есть это средняя, шлюпочная и солнечная. Главная и нижняя, то есть вот здесь вот по улице, да, вдоль теплохода может ходить только персонал теплохода. А вот средняя, шлюпочная и солнечная здесь уже спокойно могут ходить туристы, прогуливаться, просто посидеть с бокальчиком чего-нибудь вкусного и наблюдать за красивыми пейзажами, которые перед глазами, вот эта картинка, она меняется каждый раз. Дальше, еще какие советы, да, когда мы продаем этот продукт, мы не советуем, естественно, гостям брать весь свой шкаф. Почему? Потому что по поводу чемоданов гостям максимальный размер, это стандартный чемодан, это размер М. Пожалуйста, да, не советуйте брать L или какие-то вообще огромные-огромные чемоданы, потому что чемоданы хранятся, как правило, под кроватью, и там уже размеры ограничены. Поэтому стандартные чемоданы размера М будут более чем удобны. Конечно, в памятке, кстати, обратите внимание, памятка технически мы не можем, чтобы вы выгружали ее из личного кабинета, так как на, скажем так, одну карточку, когда вы бронируете, да, приходится несколько круизов по маршруту. Соответственно, делается массовая рассылка перед началом круиза, и вам приходит как раз-таки вот памятка для туристов. И там же мы тоже прописываем, что, конечно, ну, и здесь это логично, это, я думаю, даже вы сами знаете, можете без этой памятки абсолютно сказать, что если по маршруту или гости хотят посетить какие-то церкви, да, то нужно, соответственно, брать одежду, да, соответствующую, то есть там не в коротеньких шортах, майках и так далее, что-то прикрывающее. И, конечно, мы рекомендуем брать нарядные одежды для двух ужинов, у нас два праздничных, об этом мы поговорим, так тоже для гостей, скажем так, ну, им самим вот это состояние праздника в нарядной одежде им более комфортно. Так, что еще мы видим на слайде? Здесь я прописала, что в ресторанах за гостями закрепляется определенный стол, мы тоже с вами проговорили, и обратите внимание, что гости, если они, да, вот путешествуют вне компании, они могут сидеть с другими пассажирами, да. Стараются, конечно же, тоже учитывать, то есть смотрят возраст, смотрят дети или нет детей, то есть если кто с детьми, стараются как-то посадить вместе, да, если там люди тоже где-то одного возраста, тоже посадить вместе, то есть вот такой даже анализ аудитории делается, чтобы вот гости чувствовали себя максимально комфортно. И по поводу скидок, у нас тоже это написано на сайте, вообще слово скидка для турагента, наверное, не очень хорошее, да, но тем не менее, что всегда, в принципе, на круизах предлагается, ну, вот мы даем 7% молодоженам, это молодожены в течение 9 месяцев с момента заключения брака, сотрудникам силовых структур, медработникам, многодетным семьям при предоставлении подтверждающих документов. То есть когда вы уже забронировали, в ВВЛК должны подгрузить документы, предоставить, и вам вручную будет пересчитано. Эта скидка не автоматизирована, она не может быть автоматизирована, потому что нужно предъявить, соответственно, скидку. 5% пенсионерам по маршруту Москва-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Москва, тоже при предъявлении подтверждающих документов. И 15% детям, которые располагаются на основном спальном месте, до 14 лет. Это уже автоматически, то есть когда вы проставляете возраст ребенка, здесь система посчитает автоматически. Это что касается скидок. Это на сайте тоже все указано, можете еще раз, да, если кто-то не запомнил, ознакомиться. Итак, давайте сейчас начнем с кают, и потом плавно перейдем по всем остальным сервисам. Что у нас в каютах? Я уже говорила Wi-Fi, да, есть сейфы, то есть положить что-то ценное, да, какие-то драгоценности, там, кошелек, деньги, что-то еще, всегда можно. Кстати, обратите внимание по поводу оплаты каких-то дополнительных сервисов на борту, да. То есть, в принципе, всегда спрашивают, а сколько нужно брать с собой денег и нужно ли. Ну, во-первых, да, деньги нужно брать, потому что гости могут заказывать какие-то коктейли, да, напитки, есть платная услуга, заказ еды, напитков в каюту, да, опять-таки, дополнительные экскурсии, сувениры какие-то в конце концов, да, на экскурсиях хочется купить памятные, поэтому, естественно, какие-то денежные средства нужно с собой брать. Единственное, на борту действует очень удобная система, дается при заселении такая бортовая карточка, да, вот на которую записываются все траты. Гости каждый раз, они не ходят со своими карточками, да, или с наличкой, они все свои траты записывают на вот эту карточку, и накануне уже там или в последний день круиза на ресепшн они расплачиваются уже своей, там, картой или наличными, да, все те услуги, которыми они воспользовались. Далее, значит, в каждой каюте у нас есть телевизор, у нас есть кондиционер, это особенно важно, конечно, в летний период, но он работает и на тепло, то есть даже если холодно, да, можно поставить на тепло и будет комфортно, и уже на холод, соответственно, когда жарко. По заезду мы даем на каждого гостя бутылочку воды, дальше мы пополняем питьевой водой полтора литра на каюту ежедневно. В каютах есть мини-холодильник, это очень важно, потому что во всех городах гости хотят что-то приобрести. Иногда вот в Угличе, например, я сама была в прошлом году, ну, конечно, хочется купить там местные сыры, а вот что-то такое местное, локальное, ну, куда это все положить? Вот маленький холодильничек, он очень спасает. Здесь, кстати, сразу скажу насущный вопрос про алкогольные напитки. Можно ли проносить? Смотрите, проносить на борт можно, никто не будет там проверять чемоданы, пожалуйста, напитки пронести можно. Другое дело, что их нельзя распивать в барах и ресторанах, потому что в барах и ресторанах есть винная карта, и, естественно, мы приходим с вами тоже в рестораны, мы со своим не приходим, мы это покупаем. Так же и здесь. Поэтому если гости там в каюте что-то свое хотят употребить, это не воспрещается, но уже в барах и ресторанах, конечно, если есть желание, то они могут приобрести какие-то напитки дополнительные. Дальше. Наши брендированные с логотипом Fun and Sun Cruise тапочки, у нас, обращая внимание, что это в каждой каюте, также халаты предоставляются в каютах категории люкс и делюкс. То есть ранее мы заявляли, что у нас халаты только в люксах, сейчас обратите внимание, что и в делюксах. Делюкс – это самая популярная категория, по сути, это большая часть всех кают на теплоходе, поэтому халаты мы предоставляем тоже для взрослых еще и в делюксах. И услуга подготовки номера ко сну. Тоже раньше она у нас была заявлена каждые два дня, сейчас мы ее предоставляем ежедневно, и каждые два дня уже кладем такой маленький шоколад брендированный. Вот эти мелочи, коллеги, знаете, они как раз-таки создают определенную атмосферу. Гости это не ожидают. То есть они приходят, им заправлена постель, маленькая такая милая шоколадка на подушке. Обычно это в люкс-отелях каких-то. А тут мы на круизе, мы на теплоходе. Вот такие мелочи мы постарались продумать, чтобы действительно гостям было… Ну, мы их удивляли. Вот действительно удивляли. Еще самый первый вебинар, который я проводила до запуска, я говорю, мы будем удивлять. И действительно они удивляются, и даже такие вот незначительные моменты, они приводят к очень хорошему положительному впечатлению. Вот. Дальше. Смена белья происходит у нас каждые три дня. Уборка, конечно же, ежедневна. Если гости не хотят уборку есть, естественно, наши таблички брендированные, там, не беспокоить, или наоборот, там, нужно вдруг что-то срочно убраться, то есть это все присутствует. По запросу, обратите внимание, во всех, точнее, по умолчанию, во всех каютах у нас есть мыло. Давайте я, наверное, вот сюда вот так уже нажму. Значит, гель для душа, шампунь, мыло, да, и вот косметический набор, он идет по умолчанию во всех каютах. В люксах еще мы добавляем швейный набор и зубной набор. В других каютах по умолчанию такого сервиса нет, но по запросу гостям могут предоставить. То есть если кто-то вдруг забыл зубную щетку, да, то это не трагедия. Это все можно решить. Ну и, естественно, комплектация ванной комнаты стандартно, да, мусорное ведро, зеркало, ершик, там, фен, туалетная бумага, комплект полотенец. Тоже обратите внимание, что не во всех, не на всех теплоходах, даже класса премиум предоставляются в каждых каютах, вот, коврик для ног. У нас коврик для ног в каждой каюте, также полотенце для лица и банное полотенце. То есть вот эти вот все мелочи, которые нам кажутся, ну, как это, а что там, вот, казалось бы, коврик для ног положить. Но если когда вы начинаете погружаться в продукт и сравнивать, где есть какие сервисы, вы понимаете, что у нас практически есть все. То, что, и это все включено. Вот это очень важный момент, что гости за это не доплачивают. Еще стоит отметить по поводу люксов. В люксах у нас еще дополнительно есть набор посуды, то есть там бокалы, стаканы, штопор, ведерко для льда. Там же есть кофемашина и чайник. И по заезду там как раз кофемашина ловаться, капсулы даются и ежедневно тоже пополняются. Пакетики чая тоже пополнение есть, но если гости хотят еще какой-то чай, они могут на кофе-станции, в принципе, взять еще пакетики. Сахар, естественно, это тоже все пополняется. Там чайные ложечки, вот эти все приборы, это все в люксах есть. Также еще гости, проживающие в люксах, по заезду получают комплимент бутылку игристого. Так что у них вообще сплошной праздник. Так, ну давайте посмотрим каюты, значит, одноместно. Мы в конце посмотрим с вами видео, да, где как раз-таки будет такой обзор. Значит, смотрите, коллеги, здесь фотографии. Я где-то еще добавила фотографии уже с нашим брендингом. У нас просто, ну, вот таких красивых профессиональных фотографий с нашим брендингом нет, но сейчас, конечно, красивые уже вот эти вот на кровати, да, как они называются, покрывало, тоже в люксах, делюксах у нас подушки брендированные, то есть все это очень сейчас красиво смотрится, но суть она, собственно, та же, поэтому фотографии, да, вот имейте в виду, что брендинг, он сейчас все это более красиво. Одноместная каюта, это такая самая маленькая по площади, 7,2 квадратных метра, располагается на шлюпочной и средней палубе с обзорным окном, рассчитанная на одного человека, да, односпальная кровать размером 80 на 190. Татьяна, обзорное окно открывается, еще раз повторю, обзорные окна на всех палубах, кроме нижней, там иллюминаторы, иллюминаторы не открываются, да. Значит, это одноместная каюта. Двухместные каюты у нас площадью, ну, 10 квадратов, максимальное размещение 2 человека, разница, есть двуспальная кровать и есть две односпальные кровати, да, тоже располагаются на средней, на шлюпочных палубах, но это, опять-таки, вы можете все посмотреть уже непосредственно на схеме. Обратите внимание, что вот здесь мы прописываем, и на сайте у нас тоже прописано, что есть некоторые каюты, где может быть видно пассажиров, которые используют трап. Трап абсолютно, он не прямо напротив окна, да, он не мешает обзору, но просто нужно понимать, что из определенных кают, может быть, почаще будут ходить люди, да, вот мимо вашего окна. Но это, в принципе, у нас никаких нареканий уже, которые круиза, нет на это, но мы считаем, нужно предупредить, да, и если для кого-то это прям очень критично, то, конечно, тогда лучше забронировать какой-то другой номер каюты. То есть, еще раз подчеркну, никак вид трап не перекрывает, он находится не напротив окна, он просто находится рядом, и, соответственно, гости будут проходить мимо, ну, и вот туристы, которые находятся внутри каюты, могут их видеть также, да. Трехместная двухъярусная, вот этот тип располагается как раз-таки только на нижней палубе, здесь у нас два иллюминатора, здесь двухъярусная кровать, максимальное размещение 3 человека. Делюкс. Делюксы у нас, варианты есть с двуспальной кроватью и односпальной. С двуспальной они чуть-чуть побольше по площади, да, 15,5 квадрата, и с двумя односпальными кроватями чуть-чуть площадь поменьше, 13,2. Соответственно, с односпальными кроватями они располагаются только на главной палубе, а двуспальной на шлюпочной и средней палубе. Коллеги, обратите внимание, что здесь вот уже не шторка, да, в ванной комнате, а уже такая застекленная, застекленный вариант, более просторная, естественно, в ванной комнате. И обратите внимание, что дети до 5 лет можно размещать без места, да, но идет оплата у нас за питание, 2150 рублей за ребенка за сутки, и здесь очень важно учитывать площадь каюты и размеры кровати, потому что когда туристы говорят, что да нет, нам вот все хорошо, ни в тесноте, да ни в обиде, нужно понимать все-таки, да, насколько большой ребенок, насколько им будет комфортно, потому что дети даже сейчас 5 лет уже могут быть достаточно такие уже большие, да, и рослые, то есть это нужно все учитывать. Если гостям комфортно, хорошо, то имейте в виду, что вот такая опция есть, что дети до 5 лет могут размещаться без места, с оплатой только за питание. И каюта у нас люкс, 28,4 квадрата у нас с максимальным размещением 2 плюс 1, и плюс 1 ребенок еще без места может быть, да, и есть каюты, которые чуть поменьше по площади, там уже 3 взрослых, там идет за счет дивана, то есть вот здесь я поместила такую фотографию, вот этот диван, как он раскладывается, то есть есть диванчики, где там помещается, получается, ребенок, а есть диван, где может поместиться взрослый. Соответственно, вот в этом отличие, и вот немножечко в площади. Вот здесь тоже такая любительская фотография, немножко засвеченная, но чтобы вам, вы понимали, да, вот наш брендинг как раз-таки очень красивый, и вот как раз манежик, вот он такого размера, то есть по сути, его, конечно, там ставить в одноместную каюту, ну, он заполонит все пространство, поэтому здесь как раз-таки вот для больших кают можно манеж, для маленьких, конечно, это уже будет некомфортно, поэтому вот эта фотография для понимания, как он выглядит и сколько места он занимает. С какого возраста надо платить за питание ребенку? С двух лет, до пяти лет, коллеги, до пяти, никогда уже исполнилось пять, и когда, а вот нам пять и, ну, ребенок такой же маленький, да, до пяти лет, 4,99, да, чтобы было понятно. На диване два человека, ну, теоретически, если дети маленькие, опять-таки, они могут поместиться, да, все зависит от того, какого размера. У нас расчет идет стандартно в этих каютах у теплохода и у нашего партнера, это с основным местом 2 плюс 1. Если какие-то исключения, то вы должны писать, брать, естественно, обязательно с туристов расписку, что никаких они претензий не будут иметь, и наши коллеги, которые занимаются именно расчетом, они посмотрят, могут ли они вам рассчитать в виде исключения или нет, потому что ситуации такие, что 2 плюс 2, по сути, на основных местах у нас кают таких нету. И, кстати, большинство, на самом деле, теплоходов размещения 2 плюс 2, это не так много на рынке, да, где можно разместиться на основных местах. Поэтому здесь имейте в виду, если семья 4 человека, либо, если это дети маленькие, еще раз говорю, это подходит только люкс 2 плюс 1 плюс 1 без места, да, либо 3 плюс 1 без места, вот, все остальные варианты, если дети там какие-то некрупные, да, они могут поместиться там в определенном, на определенном, да, вот, размере дивана, то это только все в индивидуальном порядке, вот, а так бронируются тогда 2 каюта. Все размеры кроватей, диванов, все это расписано, поэтому здесь никаких сюрпризов быть не может, то есть тоже люди, они должны четко понимать, как они помещаются или не помещаются, и здесь вы это тоже должны учитывать при продаже. Так, дальше. Так, почему-то здесь заголовок питания, но это неправильно, конечно, не питание, здесь немножко просто поближе, да, мы сфотографировали наш брендинг, то есть вот здесь у нас, да, мыло, косметический набор, шампунь для душа, вот эти шоколадочки. Обязательно в каждой каюте мы кладем фирменный там карандаш, блокнот брендированный, обязательно рум-сервис, это уже платные услуги. Бортовая азбука, где располагается там, как включить кондиционер, как воспользоваться там какими-то, где что располагается, да, даже схема теплохода, то есть вот это все есть, это у туристов в каждой каюте водичка по заезду, как я говорила, да, бутылочка на человека, и вот эта беленькая бумажка, это уже программа дня, то есть накануне гости, каждый в каюту получает программу, когда идет вечерняя уборка, да, подготовка каюты ко сну, вот как раз, как правило, разносят еще дополнительно программу на завтра, и там уже будет указано все расписание, во сколько завтрак, во сколько завтра будет обед, ужин, во сколько анимационная программа, как что работает, почему, потому что все часы того или иного объекта, они зависят от программы экскурсионной, от маршрута, то есть если мы прибываем рано в какой-то город, да, значит завтракать мы будем рано, если мы там чуть попозже, завтра будет попозже, ну и так далее, да, и от этого тоже строится анимационная программа, в зависимости от того, сколько мы находимся в том или ином городе, Поэтому сказать, что как в отеле, да, вот ежедневно у нас гимнастика начинается в 10 утра, мы не можем, да, это каждый раз, вот программа, она разная. И гости получают вот такую брошюрочку и уже смотрят, что они завтра могут посетить. Так, вот тапочки как раз, да, и вот это тоже фотография, ну, любительская, уже с новым брендингом, категории, категории люкс. Так, сейчас мы сделаем небольшую паузу, я покажу вам видео, где есть каюты, каюты, правда, без нашего брендинга, но, тем не менее, достаточно хорошо иллюстрируют все особенности, так что давайте посмотрим. Спасибо. 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 А во всех остальных круизах, даже если два вечера, всего лишь две ночи, то значит в первый вечер будет приветственный ужин Fun and Sun, а последний ужин будет капитанский. Вот как раз это праздничный ужин, это особое меню, ужин Fun and Sun, скажем так, это специально разработанное меню, у нас определенная концепция была, мы предложили как раз поварам, да, вот мы придумали, они это воплотили, реализовать такую идею, что мы уже с вами на теплоходе Нижний Новгород, да, вот название теплохода Нижний Новгород, и нам уже хочется погрузиться, да, вот в эту атмосферу. Поэтому блюда вот как раз Волжского, Нижегородского региона очень вкусные, подаются на приветственном ужине Fun and Sun. И фирменный десерт у нас разработан, покажу тоже фотографию, десерт просто божественный. Капитанский ужин тоже это особое меню и обязательно игристое вино. Но обращу внимание, что игристым вином, по сути, мы вот угощаем бесплатно на праздничном ужине, да, как на первом, так и на втором, мы на завтрак угощаем. И плюс, когда еще гостей только встречают, это первый день, когда как раз-таки проходит, там, техника безопасности, да, вот эти все встречи, вот в первый день мы тоже еще угощаем игристым. Ну, если кто не хочет, то есть какой-то сок, либо морс, безалкогольный напиток в том числе, да, то есть в качестве приветствия. На борту еще есть кофестанция, обратите внимание, кофестанция, она работает, когда есть туристы на борту, да, ну, то есть если это экскурсии, то она в это время, конечно, не будет работать, но вот при условии туристов на борту кофестанция, это станция самообслуживания, фотографии покажу, то есть там кофе тоже из кофемашины, чай пакетированный, сахар и печеньки, то есть тоже такой перекус, он возможен. Кондитерская. Кондитерская – это фишка нашего теплохода, и, пожалуй, тоже у конкурентов ни у кого нет этого включенного в стоимость сервиса. У нас два чередующихся меню, то есть если один раз мы вот даем вариант один на слайде, вы видите там кофейные напитки, чай, выпечка, десерты, мороженое, фирменный десерт, да, фан-эн-сан, сэндвичи, роллы. То во второй день у нас больше такой закусочный вариант, да, то есть там уже будут салатики в шейкере, чипсы, крекеры, куриные крылышки, блинчики, сухофрукты. Вот, поэтому, опять-таки, если гости проголодались, то у них всегда есть возможность еще перекусить, и это входит уже в стоимость тура. Кондитерская работает по определенному графику, это в зависимости все от маршрута, минимум два часа продолжительностью в день она работает, либо там между завтраком, обедом, либо между обедом и ужином, да, в зависимости, как идет программа. Так, фотографии, подача очень красивая, действительно, вот гости отмечают, что все блюда очень красиво сервированы, блюда действительно вкусные, поэтому, ну, даже вот глядя на эти фотографии, я думаю, вы понимаете, что голодным остаться просто невозможно. Еще раз, да, проговорим, вот фиксированная рассадочка, всегда будет номерок стола, наш фирменный десерт, фан-эн-сан, вот каждый гость на приветственном ужине как раз-таки получает такой вот десерт. Вот так вот выглядит кофе-станция, десерты в кондитерской, у нас есть также фирменный коктейль, он идет в винной карте за дополнительную плату, но мы разработали еще и свой фирменный коктейль на борту, так что можно тоже ему гоститься. Кстати, цены весьма-весьма доступны на коктейли, вообще на алкогольную продукцию и безалкогольную, поэтому гости, в принципе, там не чувствуют себя как-то ущемленными, что это дорого, нет, то есть абсолютно цены вполне-вполне такие рыночные, хорошие, доступные. Итак, анимация, да, вот эксклюзивная концепция нашей развлекательной программы называется «Россия. Энергия. Притяжение», и мы разработали 12 таких уникальных тематических дней, и сколько бы, да, вот не длился круиз, каждый день у нас разная развлекательная программа, и она будет посвящена определенной тематике. Соответственно, если мы говорим про определенную тематику, то она будет включать, да, там, танцевальный мастер-класс, это может быть сальса, это может быть бачата, это могут быть абсолютно разные танцы, это может быть реконструкция каких-то русских национальных танцев, если у нас посвящена тематика русской деревни, да. Художественный мастер-класс, это действительно учится рисовать мелками, да, там, пастелью, гуашью, мандалотерапия, графика, квесты различные, это мы сейчас говорим про взрослую анимацию, да, различные квесты, которые нас включают как задания во время экскурсий, так и на теплоходе, квизы, караоке, турниры в настольные игры, интерактивные различные мероприятия, лекции, тематические вечеринки, живая музыка. У нас на борту работает саксофонист и пианист, это просто профессионалы своего дела, которые, вот, в которых влюблены просто вся наша публика, и как раз гости, вот, если не хотят, может быть, какую-то активную вечернюю анимацию, они могут пойти вот в бар Панорама вечером и послушать просто живую музыку. Кинотеатр, про который я говорила, ну, и, кстати, бортовое радио, не зря оно все-таки включено здесь в анимацию, потому что это такой вот путевая информация от методиста, для таких гостей, которые любят, да, вот, постоянно получать какую-то информацию, вот, можно, да, слушать еще и дополнительно что-то узнавать для себя. Здесь на слайде просто пример два дня из 12, да, то есть, например, вот у нас речной квест Растфандорина, то есть в этот день иммерсивный квест-детектив гости проходят, интерактивная лекция-квест тайны 20 века, турнир по преферансу, мастер-класс по перевоплощению, вечерний спектакль с развязкой квест-детектива, готов к творчеству и отдыху. Это обычно у нас так вот в первый день проходит, то есть там выдаются паспорта ГТО, да, вот готов к творчеству и отдыху, туристы там собирают стикеры, где больше они там всего участвовали в активностях, и там мастер-классы тоже танцевальные и художественные, разные-разные, семь ступеней нужно пройти, и в конце дня там тоже церемония, награждения, поэтому программа очень интересна. Вот я говорила, у нас один день посвящен, например, русской деревне, то есть тоже вот такие вот традиции наши, мастер-классы тоже посвящены на эту тематику, есть день Crazy 90-е, то есть все посвящено тематике 90-х, можно выиграть, например, Тетрис, участвуя в каких-то активностях, так что это все действительно очень интересно, и вот здесь как раз фотографии живые вот уже с наших первых рейсов, во-первых, когда гости заходят, вот только-только, да, они заселяются, им предлагается нарисовать что-то на картине, потом получается вот такая вот картина с каким-то таким вот рисунком, и эту картину можно выиграть тоже в конце уже круиза. Вот здесь проходит мастер-класс по мандалотерапии, как пример, да, наш великолепный пианист, йога, да, вот здесь какой-то турнир в мафию проходит. Если мы дальше посмотрим, вот это как раз Crazy 90-е, различные игры, и в резиночку тут прыгать, и вот капсы, кто помнит, да, вот как раз туристка выиграла Тетрис, то есть здесь очень все активно на палубе, люди участвуют, всем очень нравится, интересно, поэтому как бы скучно, вот то, что, опять-таки, возвращаясь, да, к тому, что круизы это скучно, там будут одни пенсионеры, вот нет, вы уже видите, что это не скучно совершенно, и в наш круиз просто невозможно не влюбиться. Еще немножко фотографии, а, это те же у меня фотографии, это продублировалось. Детский клуб «Тукан», детский клуб «Тукан», наш, во-первых, «Туканчик», вот живет теперь на воде, работает он во время навигации, возраст, мы принимаем деток традиционно от 4 до 12 лет, это детки до 4 лет могут присутствовать, ну, как бы вместе со своими родителями, вместе со взрослыми членами семьи, бабушками, дедушками. Вот, работает детский клуб «Каждый день». Как я говорила, программа у нас полностью обновилась, и на самом деле вот такое тоже пространство очень, кто играл с панорамными окнами, очень такое красивое, дружелюбное, такое френдли, да, безопасное, и важно то, что тоже день каждый раз посвящен новой тематике. Вот здесь у нас, если присмотреться, тема «Алиса в стране чудес», здесь дети проходили квест по следам белого кролика, делали шляпы, вот здесь, видите, девочка в костюме, у нас закуплены костюмы тоже по тематическим дням, то есть дети могут поучаствовать, так немножко погрузиться в эту атмосферу, вот шляпник у нас здесь, например, да, если мы говорим про пиратский, пират Карибского моря, то, конечно, там будет пиратская тематика, поэтому аквагримы, различные спортивные мероприятия, квесты, тоже квизы, мастер-классы, поделки, все это дети у нас получают эту программу, занимаются и получают, конечно же, дипломы за участие, медали, и каждый ребенок еще получает футболки с туканом в подарок, поэтому каждый юный путешественник еще уходит с таким подарком. Важно, что нас отличает тоже еще от конкурентов, что у нас есть отдельный аниматор для подростков, и я думаю, вы согласитесь, что подростки, это всегда такая несправедливо забытая аудитория, которые вот не знают, куда себя применить, они уже не хотят идти в детский клуб, им неинтересно там малышня, да, а со взрослыми, ну, вроде как-то тоже, да и взрослые иногда хотят сами без детей, и вот подростки, вот куда им? Вот у нас выделены аниматоры, и они с ним уже каждый день там решают, чем они занимаются, согласно их интересам, там тоже своя компания, свои развлечения, поэтому если у вас туристы с ребенком, который подросткового возраста, ему будет тоже чем заняться на борту, это очень важно, это тоже наше такое конкурентное преимущество. Немножечко еще тоже фотографий, да, то, что мы видели с вами видео, бар Панорама, бар Ладога, здесь уже у нас вот сервируется кондитерская, кстати, обратите внимание, что бар Ладога, его же можно преобразовать в конференц-зал, то есть, в принципе, если какие-то майс-запросы у вас есть, мы это тоже все можем рассмотреть, welcome, да, два ресторана, вот Волга, не вам, там вот так выглядят как раз коридоры и пролеты, да, и еще немножко фотографии, ресепшн, где гости регистрируются, да, здесь как раз администраторы, можно получить какую-то информацию дополнительную, наш капитан нашего судна, есть у нас вот такая красивая фотозона, возможно, вы ее видели уже в соцсетях, красивые фотографии, конечно, туристы всегда здесь хотят сделать уже фотографию на память, вот она здесь у нас на борту, вот это гладильная доска, ну, гладильная комната, да, с гладильной доской, с утюгом отпаривателем, то, что мы говорили, сауна, плюс еще есть комната отдыха, сауна – это платная услуга, на сегодня составляет один час тысячу рублей, вмещает до четырех человек, то есть арендуется сауна на час, да, то есть здесь неважно, вот вы четвером пойдете одной компании, либо вы вдвоем пойдете, то есть вот вы арендуете на час, если уже от двух часов и более, там стоимость 900 рублей, но это дополнительная услуга, оплачивается уже на борту теплохода. И также у нас есть такие вот уголки, зона отдыха, и вот здесь тоже книги новые закуплены, ну, вот тоже что-то можно почитать, отдохнуть. И то, что я говорила, у нас вот такие живые фотографии, абсолютно без фотошопа, вот такие красивые пейзажи, просто сфотографированы на телефон, это только, наверное, малая часть того, что можно увидеть, путешествуя по рекам, вот такие красивые картины под нашим флагом, да, на теплоходе Fun and Sun, круиз Нижний Новгород, такие вот классные путешествия. Ну и, конечно, коллеги, не могу не сказать о условиях, которые сейчас у нас действуют. Период бронирования вот с 6 мая по 31 мая для вас действует комиссия 14%. Это одни из самых лучших условий на рынке, учитывая, что вы можете использовать круизы, как я говорила, как до продажи какому-то основному туру в города. И, конечно же, это то, что ваши потенциально возвратные клиенты, это в 90% случаев. Период заездов, да, с 13 мая по 29, кроме там трех круизов, действуют вот такие условия. Поэтому на сайте вы можете зайти тоже, да, по баннеру, там внимательно ознакомиться. Условия оплаты, да, у нас предоплата составляет 30%, и 30% это тоже минимально на рынке, в основном их всегда там минимум 40-50% требуется предоплата, у нас 30. И за 35 дней до заезда, если вы бронируете в глубину, да, то должна быть полная оплата. И условия аннуляции, они также указаны на сайте. Условия аннуляции очень лояльны в сравнении также с конкурентами, поэтому обратите внимание. Условия замены пассажиров также есть, да, за 15 дней без штрафа и менее 15 дней со штрафом полторы тысячи рублей человека. Оплата за питание ребенка мы уже с вами говорили, тот, который без места. Вот такой баннер у нас сейчас на сайте, да. У нас сейчас идет майский сейл, то есть можно предложить туристам действительно очень выгодные цены. Уже как бы туры пересчитаны со скидкой 20%, она уже учтена в стоимости с даты отправления, вот кроме вот этих круизов. Ну и то, что я говорила, 14% комиссии у вас сейчас действуют, и уникальная возможность на самом деле забронировать даже и себе, почему нет, круиз, действительно на самых выгодных условиях. Часто спрашивают, есть ли у нас инфотуры. Инфотуры есть, поэтому заходите на сайт. Я, честно, сейчас не могу сказать, что там по набору, набрали еще или нет, но я знаю, что инфотуры уже были. Буквально вот вчера получили видео от наших коллег за благодарностями. Так что, если кому-то интересно, если вы продаете круизы, конечно, лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Также у нас остались, есть еще в Санкт-Петербурге точно будут осмотры теплоходов, еще, по-моему, в других городах. То есть если вы не можете поехать на инфотур, то просто нужно уточнить, да, у нас опубликованы осмотры теплоходов, то есть тоже можно записаться, и вам проведут экскурсию в составе группы, покажут, расскажут, да, и все это можно посмотреть воочию. Еще раз, да, мы уже завершаем период навигации, коллеги, нашего теплохода «Фанэнсан Круиз Нижний Новгород» с 29 апреля по 2 октября. То есть 2 октября последний круиз, он завершится. Длительность круизов от 2 до 11 дней. Выбор огромен за весь сезон, поэтому нужно заходить на сайт, смотреть, изучать. И потрясающие города посещаются, уникальные «Золотое кольцо», и регион Ладоги, и Волжский регион. Поэтому, ну, здесь, опять-таки, говорить можно целую историческую лекцию, можно дополнительно прочитать. Вот, что у нас стоимость круиза включено? Еще раз суммируем, да, размещение на борту в каюте выбранной категории, трехразовое питание премиум по заказному меню, ну, завтраки, шведский стол, да, и по заказному меню у нас обеды и ужины. Все услуги по формату отдыха, фанэнсанкруиза, о которых я вам вот так долго рассказывала. Развлекательная программа для взрослых, детский клуб «Тукан» для детей и базовое экскурсионное обслуживание по маршруту без экскурсий в портах, да, то есть в первом и последнем городе. Итак, прежде чем у нас еще сейчас будет с вами розыгрыш приза, да, я поделюсь контактами, наши соцсети, Яндекс канал, FS Insider, где мы делимся тоже нашей кухней, внутренней наших отелей, ВКонтакте «Фан Сан Хотелс», Инстаграм «Фан Сан Нижнее Подчеркивание Концептс». Для вас, как для турагентов, самое такое полезное – это «Фан Сан Хотелс» Телеграм-канал, где как раз оттуда вы можете брать очень много материала для продвижения, если вы ведете свои соцсети, в том числе по круизам, и по всем нашим отелям «Фан Н Сан», которые у нас представлены сейчас в продуктовой линейке. Здесь как раз QR-код, если вы вот еще не с нами, то обязательно подписывайтесь. И если какие-то вопросы возникают, то пишите на почту «Дивпродукт», «Собачка», «FestTravel.com». Я или мои коллеги постараемся ответить на ваши вопросы. Итак, викторина. Я сейчас задам вопрос, и кто правильно ответит, тот должен будет написать, что он молодец, и отправить письмо на вот этот e-mail «event.marketing.sobachka.fstravel.com». И вам коллеги расскажут, как можно получить приз. Приз не знаю, честно, какой. Ну, обычно что-то полезное из брендированной продукции. Так, ну, кто нас внимательно слушал? Вот я рассказывала, что у нас 4 порта отправления. Вообще сложный вопрос сейчас задам. Я такая вот сегодня решила легкие вопросы не задавать. Значит, 4 порта отправления. Вот кто первый сейчас напишет в чатик, да, тот выиграет наш приз. Москва, Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Это, коллеги, это я, это еще не вопрос. Вот, вот эти 4 города, да, сколько они формируют цепочек между собой, да, вот сколько вариаций между собой. Так, угу, сейчас я уже вижу правильный ответ. Так, Любовь Иванова, 12. Все правильно, 12. Коллеги, кто отвечал 19, 19 это у нас не повторяющихся маршрутов, а всего круиза 26, а вот именно, да, 12 таких вот вариантов, это как раз вот вы правильный вариант сказали. Любовь Иванова, пожалуйста, мы вас поздравляем, вы молодец, ура, все правильно. Значит, заскриньте вот этот имейл и коллегам напишите, пожалуйста, да, что вы сегодня такого-то числа были на вебинаре Fun and San Cruis и выиграли приз, и что вы молодец. Вот, коллеги, я вас благодарю за внимание, вы мужественно почти час сорок меня слушали. Пожалуйста, предлагайте этот продукт, он очень интересный, он действительно, это вот тренд сезона, речные круизы, это то, что мы можем предлагать нашим туристам. Не забывайте про невыездных туристов в том числе, да, это новый вид отдыха, порой где-то такой забытый, мы не зависим здесь от виз, мы не зависим здесь полетим-не полетим, да. Эти туры состоятся точно, здесь никаких рисков нету. И гости возвращаются действительно, ну, настолько довольны, вот уже первые наши круизы, у нас просто это вот, ну, гордость берет за наш продукт, и мы радуемся, когда читаем эти отзывы, это настолько приятно, видеть, насколько вот счастливы и довольны наши гости, и что главное, они не ожидали такого, что да, да, вот им вот что-то рассказывали, что будет здорово, а по факту они еще более впечатлены. Коллеги, презентацию можно скачать с нашего сайта, я ее сегодня обновлю, потому что я вижу тут задвоенные слайды, вот, это вы когда заходите в раздел Академия, там есть методические пособия, и прямо в самом верху, там как раз презентация, шпаргалки по продукту, да, фанэнсан нашему, там все это можно скачать. Видео появится, ну, в ближайшие дни на YouTube-канале, поэтому если вы что-то пропустили, нужно будет еще раз послушать, да, уточнить какой-то вопрос, то видео будет в записи. И я желаю вам высоких продаж, и ждем ваших туристов на борту фанэнсан круиз Нижний Новгород. Всего хорошего, до свидания. Спасибо, очень приятно, Алена, что туристы в восторге, это здорово. Всем хорошего рабочего дня. До свидания, коллеги.